ну что всем добрый вечер приветствую всех на рекламном вебинаре посвященном изучению возможностей excel в частности это формат ячеек создание собственных форматов применение стандартных и также условное форматирование в excel немножко слов о себе расскажу меня зовут андреев денис андреевич я тренер компании специалист уже 13 год работаю в этом центре и провожу занятия по направлению microsoft office в частности от excel это программа word powerpoint разные уровни сегодня встреч по лету программе xl в нашем центре несколько уровней по этому направлению выделяется шесть основных уровней есть еще второстепенные под уровня так скажем основные базовые от excel первый уровень 2 и 3 1 это базовые возможности excel работа с простыми формулами второй уже более сложный курс работа с функциями создания вложенных формул из функций разных категорий строй на друг друга обработка таблиц ну и третье это анализ и визуализация данных работа с массивами построение диаграмм аналитика данных построение прогнозов и многое другое вот через все эти три курса проходит одна тема проходит как скажем красной нитью нитью это как раз создание форматов поэтому сейчас посмотрим и то что курсы xl 1 затрагивает xl 2 и xl 3 я являюсь сертифицированным тренером компании microsoft mctf тренер и также являюсь тренером экспертом что подтверждается соответствующими сертификатами на нашем сайте специалист . у нас у каждого преподавателя есть своя страница там можно найти обо мне более подробную информацию также мои ближайшие группы вот собственно сегодня 12 декабря сегодня стартовала у меня группа по xl 2 ближайшее время стартует xl 3 и много других интересных курсов так что касается нашей темы есть чистый документ xl все что будет происходить это так скажем спонтанные решения никакие примеры не готовил именно к этому семинару то что формате ячеек можно говорить всегда в любое время и первое чем мы с вами поговорим это собственно стандартный формат ячеек то что разбирается на курсе xl 1 базовые возможности стандартные форматы такие как числовой формат финансовый процентный и множество на что других все они у нас хранятся в диалоге формат ячеек как этот диалог мы можем вывести на экран либо это в правой кнопке мыши команда формат ячеек либо есть открылась до либо есть сочетание клавиш очень удобное сочетание control единица control 1 открывает диалог формат ячеек только единичек основной клавиатуры не цифровой вот они стандартные форматы есть форматы про которые практически всегда спрашивают во всех группах не было ни одной группы где бы эти форматами не затронули не разбирали это такая тройка формата популярных дробный формат экспоненциальный формат и текстовый формат о них поговорим остальных чуть попозже дробный формат но само название дробный формат уже перед о том что используется формат для дробных чисел ну а какая может быть проблема с дробными числами берегается допиши мы же вводят текст не станет какие-то особые форматы есть одна проблемка если я собираюсь написать дробь скажем 1 5 до 1 5 то что в этом случае будет будет дата первый день 5 месяца через слэш excel оформляет даты и выдает нам дату в том числе да мы хотели увидеть друг получили дату как нас это не совсем устраивает что делать надо заранее кичи применить дробный формат то есть показать программе что я собираюсь вводить дробь и не сдумай мне ее превратить в дату и это excel понимает и повинуется один слэш 5 теперь у нас ячейки дробь 1 5 что самое интересное если встать на ячейку с дробью то строке формул здесь вот наверху мы видим представление дроби в десятичном виде вот бы это школе пригодилось на урок математики когда мы сами дроби переводили в числовые значения наоборот кстати если немножко вспомнить школу какие дроби бывают не то числа десятичная дроби правильная неправильная дорога совершенно верно неправильная дробь это какая чувствитель больше знаменателя совершенно верно вот если опять же да я ячейку веду формат дробный напишу неправильную дробь 17 5 числитель больше знаменатель что у нас произойдет excel выделяет целую часть и записывает дробь в правильном формате что если нужно решить задачку по математике там за какой 5 на 6 класс когда дроби проходят уже не помню вот данный приемчик можно использовать ну или для проверки домашних заданий своих подопечных то что вот дробями x или имеет работать следующий формат формат экспоненциальный этот формат применяется сам по себе без нашего участия мы даже никак не можем повлиять когда мы в ячейку вводим большой или наоборот очень маленькое числовое значение скажем мы работаем с каким-то миллионами миллиардами вот если написать 5 миллионов миллиардов а то и триллионов а может быть даже больше уже то на выходе будет число в экспоненциальной форме 5 е плюс 14 как это читать как 5 умноженное на 10 в 14 степени причем став на ячейку я строке формул опять же вижу пятерку со всеми нулями то есть решает что в таком виде лучше всего информацию преподнести нежели то что в строке форму ну да что то в этом есть так что наверное работали с программной цель такие выражения иногда получали округлит автоматически да то есть если я например что там напишу такое произвольное но тоже достаточно многоразрядная то у нас будет вот один пять десятых там на 10 21 степени как раз что касается округления самом формате формате экспоненциальный есть возможность установить число знаков после запятой то есть хочу два знака мы собственно я их и получил вот и третий формат формат текстовый очень популярный формат и очень нужный формат когда мы в ячейку собираемся ввести числовое значение начинающиеся с нуля что у нас может столе начинаться такое код регион например да может быть артикул товара номер договора с какими данными еще приходится работать но всякими разными а вот если у нас начинается с нуля как вот артикул товара напиши мы скажем 3 0 12 на выходе увидим только 12 незначимые нули но excel убирает считаю что у них правда нет ну правда нет но дам то они важны как их сохранить а вот опять надо заранее ячейку оформить текстовым форматом и тогда напиши а 3 0 12 нолики excel сохранить но за это число оформит как текст и сместить на левый край ячейки на заметили здесь были числа смещены направо а здесь смещение на левый край ничего там страшного нет то что сместилось на левое число мы же не будем с вами номера каких-то контрактов те же артиклы товары между собой складывать вычитать скорее всего нет вот действовать его текстового формата альтернатива можно не применять формат заранее а начинать вот данных с одинарной кавычки поставь я в начале апостроф и напиши это 0 0 0 что-то формат текстовый применится мгновенно на литву саму кавычку мы не видим ячейки она отображается здесь наверху строки формул кавычка за знак не считается то есть ее роль назначить формат а не занять место в ячейке так что если вы видите такие данные то узнаете что это данные в текстовом формате а еще каких случаях может быть полезен текстовый формат какие ситуации до туда потому через точку даты том числе пишется мат но здесь надо текст на формате только можно записать вот только растянуть навряд ли конечно получится тут надо уже какие-то формулы создавать возможно функцию сцепить использую чтобы номер с точкой соединить и растянуть бывают еще такие случаи что в ячейку приходится вводить многоразрядное число например номер счета в банке 20 разрядное число номер кредитной карты 16 разрядное число увы excel работает максимум с 15 разрядными числами все что выше 15 разрядов excel начинает искажать то есть если я в ячейку впереду номер счета в банке 20 уже больше чем 20 разрядов получилось то кстати обратить внимание что я написал такие цифры что мнение к 1 0 специально это сделал ноликов нет то вот это большое число excel превратит в форму экспонента то есть номер счета в банке 4 с копейками на 10 36 степени нам это ни о чем запись не говорит возникает первое желание ячейку перри форматировать в числовой формат основном знак после запятой а не тот то было первые 15 разрядов excel показал остальные на ноль заменил то есть я этого не писал а это искажение данных что с этим делать опять же надо заранее ячейку отформатировать и либо начать вот солидарной кавычки ставлю кавычку ввожу сколько надо разрядов все они сохраняются без искажений вот поэтому всевозможные платежные формы где надо писать номер счета в банке там коды оката ннн бики и прочее прочее пишутся в текстовом формате вот с этим связано вот это текстовый формат вот есть еще интересный вопрос который тоже часто на тренингах задают это чем отличие денежного от финансового формата и так скажем за такие цели обычно говорят ну наверное в том что разные валюты применяются там денежные рубли а финансовые доллары на самом деле у этих форматов одна и та же цель добавить обозначение денежные единицы и рубля и доллара и евро и прочих валют мира а в чем отличие а может найти в чем отличие нет сейчас покажу она очень мизерно это отличие но для кого-то будет существенно надо опять же пишу там произвольные числа минус 5 и 0 давайте эти значения скопируем первый столбец я оформлю форматом денежный все как есть оставляю стандартно жму окей и второй столбец оформлен формата финансовый тоже все стандартно окей найдите два различия в оформлении данных разница да очевидно у нас минус финансовом формате смещается на левый край ячейки число справа остается и в этом же формате вместо нуля ставится прочерк вот она разница в оформлении отрицательных и нулевых значений а какой формат применять но это лично дело каждого то есть цель одна и та же а что используют решаете лично вы поэтому как от глобальной разницы нет разница в оформлении так и еще хотелось бы поговорить о формате дата вот цель нас какое число 12 12 до 7 прям жалко не 12 год или не 16 число 16 месяц на день конституции пишу я дату дату пишет через разделить или . слышали дефис использую дефис хотя какая разница сразу на выходе будет . это стандарт для excel ты на через точку записывается дата выделяют ячейку открываем формат ячеек формат дата применяется автоматически его среди стандартных форматов есть много вариантов представления даты ячейки можно вывести день месяц месяц в виде слова будет написано декабрь так вот 12 декабря 16 года и много других вариантов можно посмотреть среди стандартных а что в себе еще дата хранит какую информацию вот все 12 декабря какой день неделю понедельник и сегодня да ну да понедельник день тяжелый все уже устали а вот давайте проверим понедельник ли сегодня средствами excel вернулся формат ячеек дата к сожалению среди стандартных форматов нет формата который покажет название дня недели и то что мы хотим сейчас реализовать уже называется созданием собственного формата это мы с вами перешли к теме курсов excel 2 excel 3 где как раз про собственные форматы и идет речь перехожу во все форматы числовые форматы все форматы и в поле тип во первых я вижу так называемую маску согласно которой форматируется дата в ячейке там написано dd m m 4g можно прочитать и понять о чем речь до двухразрядный день двухразрядный месяц четырехразрядный год стандартная маска а к этой маске я через пробел а хотя можно через точку через дефис любой разделитель добавляю еще один код 4 буквы д русские д так как у нас русский интерфейс д д д д д а код 4d формирует название дня недели и выводит его в ячейки вместе с датой а так получилось понедельник это стандартный код dmg и к нему добавил четыре буквки d что означает понедельник а кстати если написать три буквы d будет сокращенное название дня недели п.н. а всего лишь визуальное преобразование данных ячейки то есть реально слова понедельник ячейки нет и никак мы его ни одной формулы или функции не считаем оттуда хотя такие инструменты как сортировка и фильтр могут работать с этим отображением дня недели и соответственно выборку делать с помощью фильтра или сортировку упорядочить можно все понедельники вторники собрать воедино вот а 3d как я уже сказал это будет сокращенное название п.н. так что зная определенные коды мы можем по-разному представлять дату в ячейке какие есть еще интересные варианты вернемся в ячейку с датой формат ячеек вот дальше могу даже через пробел написать коды четыре буквы м только мки писать обязательно в верхнем регистре мки большие почему потому что есть еще время это часы и минуты и секунды и там для кодирования минут используется тоже буква м в акселе принято маленькой м обозначать минуты а большой м кай месяце пишу 4 буквы м и в результате получаю название месяца декабрь кстати для букв д регистр не имеет значения можно было большие маленькие набрать без разницы а как вы думаете если бы я написал три буквы м чтобы у нас изобразилась в ячейке не если сокращенное название дек да как на календарях обычно сокращаются там а пар пишется а в г у нас было бы дек а так декабрь полностью excel выводит вот и есть еще варианты с буквами г но не особо интересные если мы пишем 4g в коде от нас выводится полностью номер года если две буквы g то сокращенный номер соответственно 16 год будет отображаться в ячейке вот правда говоря есть еще один код пять букв м я не рекомендую вам его использовать все-таки расскажу это отображение названия месяца сокращение до первой буквы вот буква а это какой месяц а может август нет а м какой месяц мамаш мой а и какой месяц а может июль январь не думаю так что есть вот пять букв м но его лучше не применять запутаемся в том числе и мы сами а какого месяца идет речь вот это вот стандартные форматы есть еще один интересный инструмент в excel это инструмент под названием условное форматирование позволяет он делать визуализацию данных на основе либо стандартных правил либо правил созданных пользователем условное форматирование у нас находится на ленте на главной вкладке так и называется условное форматирование и здесь есть ряд базовых правил как говорится бери применяй и пользуйся вот о некоторых правилах вам расскажу даже лучше покажу сделаю заготовочку опять нас такой экспромт есть некая нумерация от 1 до 10 и выделив эти ячейки зайдя в условное форматирование применю гистограммы что такое гистограмма это мини диаграмма построены внутри ячейки гистограммы работают относительно числовых значений то есть на текст никак не распространяются только применимых числом назначаю любой из вариантов как от цвета ничего не зависит получаю такие заливки разной длины какой принцип действия до максимального excel начинает плясать есть находит максимальное значение в диапазоне принимая его за сто процентов и дальше заливает ячейки исходя из того как число в ячейки соотносится с максимальным если она что менять данные вместо четверки напишу скажем 9 ячейка очевидно перезальется в сторону увеличения там другой ячейки напишу 12 у нас перекросятся все потому что появился новый максимум в диапазоне а если 0 поставить будет заливка нет 0 ничего это пустое место заливка отсутствует вот где можно такой на практике применить скажем у нас есть некая норма плана в первой ячейке написано 15 15 каких-то условных единиц дальше факты кто-то почти с работы справился кто-то на полпути кое-кто вообще не приступал что для оценки множества данных относительно некого максимального значения можно такой инструмент использовать там те же статьи расходов сопоставить есть у нас самая большая статья расходов и как по отношению к ней котируется остальным такие гистограммы можно применять если мы не хотим ячейку цветом заливать то условно форматирование есть наборы значков это возможность применять пиктограммы для опять же визуализации данных стрелочки флажочки звездочки фаза луны и многое другое здесь доступно на самом деле называется 5 четвертей я так условно фаза луны да опять же давайте пример какой-нибудь сейчас делаем пронумерую я ячейки начиная с отрицательного значения от минус 5 до плюс пяти что это за числа а дать представим что мы работаем в отделе продаж или вообще даже в отделе аналитики и анализируем продажи мы из значений продаж текущего месяца вышли значение продаж месяца предыдущего о чем на минус говорит продажи просили там настолько-то единиц или процентов но реализовали меньше число положительное продажи выросли ну а 0 значит стагнация ничего у нас не поменялось такая вот стабильность наше нестабильное время тоже хорошо как можно эти данные оформить давайте я выделив ячейки назначу наборы значков расскажем первый набор меня идеально устроит зеленая стрелка вверх красная стрелка вниз понятно будет даже ребенку не вникая в подробности что мы там сравнили что из чего вы читали работает только непонятно как почему у нас минус 1 и 1 это желтые стрелки когда минус 1 должна быть красная а единица зеленая или эксель думаю что раз эти числа около нуля то значит почти 0 а разве какой там аналитики статистики есть такое слово почти почти не считается а можно еще смуты добавить почему-то если в последние ячейки напишу 45 у нас везде все плохо и только в одной ячейке хорошо а потому что excel за основу берет такой принцип смотрят в каком диапазоне варьируются данные от минус 5 до 45 и весь этот отрезок разбивает на три равные части получается по 33 процента каждый сектор большая часть данных попала в первый сектор и получила красные флажки и желтого сектора вообще у нас нет чисел ну а данные третьего сектора только одно число 45 значит не то что мы хотели получить можно любое стандартное правило скорректировать под свои запросы подвести для этого надо став на ячейку со стрелкой в условно форматирование выбрать управление правилами и зайдя в управление увидеть свое правило набору значков вот она изменить его изменить правило вот откуда все это вытекает во первых надо посмотреть какой используется тип соотношения данных тип процент надо заменить на число будем плясать относительно числа в ячейке как у нас пограничное число когда мы из зоны красный переходим в зеленую из положительных да в отрицательный наоборот точка ноль у нас до точка перехода то есть если число больше нуля то один значок меньше нуля другой значок вот нам excel так и предлагает только почему-то с условием равно зеленый значок если больше нуля или равно нулю а вот нет на нолик то я выключу сделаю строго больше нуля если строго меньше нуля красный значок ну а если равняется 0 то желтый здесь варианта равно нет на выбор здесь надо два условия прочитать и понять что их объединяет союз и объединяет два условия и равенство есть как в первом так и во втором вот она общая часть двух условий при равенстве 0 будет желтый значок но теперь меня все устраивает применяю и работает то есть напиши я любое отрезательное значение уже неважно какого порядка там тысячи миллионы будет красный значок число положительное зеленый ну а если мы день 0 поставим желтый то что так стандартное правило можно подвести под свои нужды опять же по этим значкам можно делать сортировку фильтрацию данных то есть какая-то обработка будет естественно возможно вот если другие чеки возьмем если у нас также будет набор данных и отрицательной положительной 0 мы захотим все-таки цветами оформить то есть такая возможность условно форматирование среди правил выделения ячеек есть стандартные команды операторы сравнений больше меньше равно не равно и так далее мы тут не все видим можно зайти в другие правила и полный перечень отобразить но опять же давайте сформирую я некий диапазон данных который у меня будет варьироваться от минус 10 до плюс 10 есть таблица которые отрицательные значения положительные присутствует может даже 0 и где нибудь до 0 тоже присутствует как я это кстати сделал есть замечательная функция под названием случ между это генератор случайных чисел функция формирует число в указанном диапазоне я пишу нижнюю границу минус 10 верхнюю границу плюс 10 и производим образом функция генерит число если вдруг вы иметь какое-то отношение к розыгрышам лотереям то можно эту функцию использовать нет никак не связано с лотереями промо акциями нет ну вот получил я числовой массив выделив все ячейки кстати выделить можно выделить как мышка обвести все ячейки но есть сочетание клавиш control а то есть если я встану внутрь таблицы то control а а латинская естественно будет выделяться вся таблица общем буковка а сочетание да потому что он это все выделить все выделяю таблицу и зайдя в условное форматирование назначаю правило выделения ячеек если у меня правило больше больше чего а больше нуля пусть будет зеленая заливка зеленая заливка темно-зеленый текст окей другое правило не снимая выделение с ячеек условное форматирование правила выделения меньше меньше чего 0 то будет красная заливка подойдет ну а если третье правило выделения ячеек будет равняться чему 0 то пусть будет желтая заливка ну вот исходя из этих трех правил что я прописал получилась такая таблица подвести такие условия можно конечно фильтр сейчас фильтр включим значит здесь у нас все оформилось и если я сейчас запущу генератор чисел а у меня до функции случай между случайное значение генератор чисел это кнопка f9 обновить все формулы в данном случае пересчитать значения то при каждом нажатии генерится новое число в ячейке и новый формат применяется так что в режиме реального времени условное форматировать отслеживать данные если они меняются по формулам то сразу же все пересчитывает работают по поводу фильтр да вот по значкам ну давайте мы это как-нибудь заглавим у нас какие-то числа здесь я включаю фильтр вкладка данные фильтр и вот в фильтре есть команда фильтр по цвету но он же в то же время фильтр по значкам то есть я могу выбрать скажем там все зеленые и вот только они у меня отобразились так что по цветам по значкам естественно по значениям ячеек можно фильтровать вот такие возможности у условного форматирования это мы с вами посмотреть какие-то базовые возможности есть еще вас команда создать правила вы можете свои правила создавать формулы писать право это форму с применение функций различных там функции и или если вот как раз если это интересно у нас на курсе excel 2 об этом идет рассказ в частности о создании правил на основе формулы и если немножко вернуться еще как теме создания собственных форматов хотел показать интересную вещь как можно большие крупные числа красиво преподнести в ячейке как их можно визуализировать ну скажем написано число в ячейке 5 миллионов 250 тысяч ну и человек у нас такая не одна их очень много может быть это будет десятки и сотни миллионов но представлю да такой массив все эти нули лицезреть не очень-то удобно я захожу в формат ячеек и выбираю все форматы для чисел вот здесь вот в поле тип можно написать свой собственный формат слово основное удаляю где для кодирования чисел их разрядов используются два знака 0 и диез нолик это значит что выводиться на экран будут все разряды а диез только значимые разряды диез но это решетка да просто народе вот здесь вот среди стандартных форматов мы видим там комбинации ноликов и решеток нули и диезы где задействовали сейчас для простоты я использую нолики в коде пишу 0,0 то есть показать целую часть показать дробную часть через запятую 0,0 а потом я ставлю два пробела так вот если в коде формата мы используем знак пробел это значит исходное число уменьшается в тысячу раз а если два пробела то в миллион раз а если 3 в пробела тот миллиард раз ну и так далее написал два пробела а дальше еще могу такую фишку сделать после кода в двойных кавычках написать текстовый комментарий что это у меня это у меня миллионы в двойных кавычках пишу пробел мылены формат применяю его что в итоге получается число 5 миллионов 250 тысяч представляется как 5 и 3 десятых миллиона до код 0,0 два пробела и в кавычках сопроводительный текст но заметили что excel включил округление то есть меня было 5 миллионов 10 50 тысяч а получилось 5 и 3 то есть по-будто 5 миллионов и 300 тысяч а да там будет пять двести пятьдесят на тазак в комментарии тысяч мы пишем в кавычках то есть надо именно в миллионах как бы нам заставить excel когда-то все-таки выводить один знак после запятой а когда-то два знака после запятой а вот для этого как раз используется решетка диез то есть диез выводит только значимые разряды а значимая это любой разряд но не 0 до 1 линии значимые вот если нам нужен такой плавающий разряд когда-то что выводился когда-то нет я чуть-чуть формат скорректирую 0,0 а дальше я ставлю знак диез формат немножко преобразился 0,0 диез то есть покажи мне целую часть покажи мне один разряд после запятой и покажи плавающий разряд если он есть выведен на экран нет его не отображай то есть получилось 5,25 миллионов а если я в ячейке напишу число 5 миллионов там и 600 тысяч то что будет 5 и 6 5 и 6 десятых 0 они будет до 5 и 6 будет то есть диез ну давайте так скажем грубо говоря диез съедает незначимые нули до ну или просто нули они и так незначимы она там туда там уже конечно значимый там у нас был незначимыми вот так что 5 и 6 десятых вместо 5 миллионов 600 тысяч то что с работы с большими крупными частями их можно так вот визуализировать и красиво преподнести ну это там малая часть которая посвящается теме создание собственных форматов форматах можно еще использовать и цветовое оформление и отдельно форматировать числовые числа данные числовые положительные отрицательные и нулевые значения кому интересно на курсе xl3 об этом идет подробный раскатом целый модуль целой темы